На запись пошла. Еще раз, друзья, всем привет. Сегодня с вами на связи Тарас Годованюк. Можете не смотреть на окошко спикера, оно показывает неверное имя и фамилию. Кто-то со мной знаком, кто-то еще пока может быть не знаком и стал партнером совсем недавно. У нас большое количество подключений от недели к неделе новых ребят в команде. И будем с вами знакомы. Мы с женой занимаемся продвижением бизнеса UDS последние 4 года. Сейчас находимся в квалификации представителей совета директоров. Большая команда, достаточно много городов. И сейчас мы все в нашей активной команде, всеми активными партнерами работаем на ключевое мероприятие. Это день рождения компании и лидерская поездка, которая у нас будет уже буквально меньше, чем через месяц. Меньше, чем через месяц. И 7 августа у нас будет с вами день рождения компании в городе Москва. Кто уже купил билеты? Кто уже купил билеты себе, своим гостям? Кто уже взял и закрыл все вопросы, может быть, с перелетом или с гостиницей? Можете отреагировать в чате плюсиком. Вот я, видите, под именем Анатолий Большедонов я ставлю плюсик. Купили я. Супер. Супер. Много очень у нас едет уже, ребят. Это классно. Зал на тысячу человек. Я уверен, что сейчас будет момент, когда уже будет не хватать и мест, и возможностей. Класс. Вся команда берет. Круто. Круто, ребят. Там мы увидимся. Там мы увидимся и лично пообщаемся. Да, я тоже уже закрыл все вопросы с билетами. Шестого вылетаем в Москву. Так что со всеми с вами там лично увидимся. Эти понедельничные эфиры у нас приурочены к тому, что каждый понедельник мы разбираем какой-то из блоков, какой-то из шагов, очень важных в нашем бизнесе. Прошлый эфир у нас был Александр Укьянов с темой аудитории. То есть это тема списка контактов, где ее брать, эту аудиторию, как этот список пополнять, как с этим работать. Сегодня я раскрою второй шаг. Это то, что у нас идет после, собственно, создания списка контактов. Это следующий уже этап. Это то, как нам работать с этим списком контактов, как делать некие первые касания, как переводить человека на этап после того, как он попал в список, на этап уже следующей коммуникации. Это разговор, соответственно, по телефону и направлять человека на огромное количество событий, мероприятий, шагов, которые у нас есть. То есть что это за шаги? Это может быть личная первичная встреча, это может быть отправка информации, это может быть конференция в Zoom, это может быть какой-то вебинар на платформе Esplay, например. Это может быть бизнес-заппорт, бизнес-форум, это может быть мероприятие, день рождения компании. То есть очень много разных касаний, но самое основное, что в моменте звонка, что в моменте этой коммуникации по телефону мы говорим, и как это делать правильно, и как это делать лучше. Вот сегодня я поделюсь с вами этим опытом. Сегодняшняя наша тема – это приглашение. Расскажу несколько эффективных методик, как у меня это работает лучше всего. И вы смотрите, здесь на первоначальном слайде есть, вы можете зайти в Инстаграм, включить камеру, там есть, и можно подключиться к моему Инстаграму, потому что сегодня у нас будет презентация, я подготовил ее, там больше 40 слайдов с конкретными такими подходами, и я могу сказать, наверное, скриптами, которыми пользуюсь я. Но у меня это просто из разговорного жанра, из разговорной техники переросло все в то, что просто я это сел и закрепил на бумаге. И вот эту презентацию я тому, кто мне в Инстаграм напишет в Директ, я просто отправлю, она у меня уже загружена на Google Диск, потому что в рамках сегодняшнего эфира просто не получится разобрать абсолютно все методики, да, вы понимаете, я пройду по важным, а все, что остальное есть в презентации, какие-то вещи буду пропускать, вы можете в Инстаграм мне написать, помощник у меня там всем ответит. И это актуально только сегодня, то есть мне там есть ребята, которые через 3-5 дней, через неделю пишут и говорят, отправь, и это, ребят, очень неудобно, поэтому если вы сегодня на этом эфире или сегодня посмотрели запись, сегодня у нас 12 июля, пожалуйста, 13-го не пишите, не надо писать 13-го, я вам ничего не отправлю, 14-го тоже. Вот сегодня это актуально или спрашивайте у тех ребят, кто там может у вас по команде написал и так далее. То есть да, хорошо, чтобы мы сегодня на это уделили время, а завтра я уже на это не отвлекался. Спасибо вам большое за понимание. Приглашение. Собственно, в 95% случаев, когда у меня получалось это делать идеально, хорошо, классно, это всегда происходило голосом, поэтому это всегда происходит через звонок, приглашение на встречу, и здесь есть очень такая, значит, большая цель, с чего бы я хотел начать, это не заинтересовать человека, не дать ему информацию, не ввести в какое-то поле интриги, не чуть-чуть приоткрыть и, так знаете, а вот вкратце там поднакидать что-то. Нет, такой задачи нету. Есть единственная задача в этом разговоре, надо ее придерживаться, да, цель. Это чтобы человек сказал, да, окей, давай общаться. То есть здесь история со словом встреча, это как онлайн, так офлайн, я это не разделяю в концепции данного эфира и той информации, о которой я говорю. Поэтому я думаю, что здесь все понятно. Мы иногда, когда сами очень сильно купили идею, а мы все купили идею, потому что мы с вами партнеры компании Global Intellect Service, мы так или иначе прониклись этой идеей, мы приняли какое-то решение, для себя выбрали соответствующий партнерский пакет и начали работать. И мы иногда в звонке, когда еще человек не понимает, о чем речь, не понимает вообще в чем идея, не понимает фундаментальности и основ компании, мы начинаем делать какие-то вещи в звонке и в разговоре. Как правило, это я замечаю, на самом деле, на своем опыте. У партнеров, которые только-только начинают делать первые шаги, это какие-то вещи, связанные с тем, что мы начинаем допродавать. Поэтому я отдельно вынес, что нужно убрать истории, связанные с супер, вау, классная тема, тут прям супер-пупер-мега-бизнес. Вот эти вот вещи, ребят, их надо просто убирать, пытаться контролировать себя и контролировать свою речь. Но я скажу, что для этого нужно сделать, чтобы это было прям максимально эффективно. Теперь, значит, ряд рекомендаций. Запишите, запомните слово «договорились» или какое-то другое слово, которое будет человеку придавать наибольшую важность вашего разговора. Когда вы говорите слово «договорились», то есть я в определенный момент времени перестроился и убрал слово там «окей», «хорошо», «давай» и так далее. На слово просто «договорились». Вот для меня слово «договорились» – это такое виртуальное пожатие рук, когда мы с человеком в голосе что-то обсудили, мы с ним договорились, пожали руки, и это встреча, и важность этой встречи, и вот все остальные акценты, они подведены так, что человек, скажем так, в меньшем количестве случаев может каким-то образом потом отреагировать в обратную сторону в плане того, что там разорвать эти договоренности, потому что договоренности – это договоренности. Да, все, мы с человеком договорились, договорились, все, то есть у нас будет встреча какая-то. Магическая фраза, вот многие ребята из моей команды пишут, что магическая фраза, действительно, это так. Далее, кто задает вопросы, тот управляет звонком и переговорами. Всегда я строю даже и звонок, и формат, например, презентации, и каких-то мероприятий. Многие ребята были на моих мероприятиях, которые я провожу там в линейке абсолютно разных событий, и завтраков, и презентаций, и обучений. Всегда заканчивать ответ на какой-то вопрос оппонента своим вопросом. То есть, и поэтому здесь справедливая история, тот, кто задает вопросы, он управляет всеми переговорами и звонками в том числе. Так что вот это вам просто самое главное запомнить. Когда вы начинаете на что-то реагировать, каким-то образом отвечать на тот или иной вопрос, или есть какая-то проблематика в разговоре, то так или иначе этот момент всегда, но это уже на уровне привычки, чуть позже будет это срабатывать, вам необходимо переводить в некий вопрос, чтобы человек включал голову и задумывался. Это очень важно. Эмоции. Иногда бывает, считывается даже в звонке, когда тебе кто-то звонит и начинает, скажем так, немножко на низких тонах с тобой разговаривать, делиться своими переживаниями, наблюдениями, еще какими-то вещами с позиции, как у меня все плохо, как у меня все не очень. И ты такой, да-да-да, я тебя понимаю, я вхожу в твое положение. То есть иногда при звонке мы можем считывать вот эти вот эмоции, которые человек нам транслирует. Точно так же и с вашей стороны. Когда вы делаете любой звонок, любое касание абсолютно любому человеку, если ваш эмоциональный уровень, он высок, то человек этими эмоциями начинает подпитываться и заражаться. Вспомните сами себя, когда вам звонит друг какой-нибудь там, Коля, Петя, Слава, имя не важно, он говорит, Серега, сегодня день рождения у меня, мы, как обычно, идем туда, будем делать то-то, потом так-то, потом второй день, едем за город, и ты такой, и тебя начинает вот эта вот волна и буря эмоций захлестывать. С кем было? Ну, со многими было. А если вам звонит какой-то человек, у которого, во-первых, ну, то есть эмоции на очень низком уровне, и, да, на очень низком уровне он начинает делиться какими-то переживаниями какой-то ситуации, которая связана с тем, что там какие-то присутствуют негативные эмоции, ты сам такой уже слушаешь это все и думаешь, господи, когда это закончится? Я думаю, что сами такое было, поэтому эмоции – это очень важная история, и очень важная история контроля этого и не переборщить, да, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Далее, значит, придание важности. О чем это? Это о том, что существует расхожее мнение, что можно пригласить человека во встречу через социальные сети. И вот давайте еще, вот смотрите, предположим, вы знаете кого-то, и этот кто-то есть у вас в социальных сетях, но и у этого кого-то есть ваш номер телефона. Вот ваша, скажем так, ваша важность, она будет где выше. Когда вам человек позвонил и сказал, слушай, Серега, у меня есть дело, у меня есть разговор, надо встретиться. Или он вам это написал. Конечно, выше важность будет тогда, когда вам человек позвонил, потому что, например, всегда до этого он вам писал, и как бы все. Он же мог в этот раз вам тоже написать? Ну, мог, но он позвонил. Значит, важно то, о чем он говорит. Значит, мне важно, под то, под что он говорит, создать договоренности. Для него это важно. Мы, у нас есть какие-то отношения и взаимодействия, понимаете, да? То есть звонок – это всегда, очевидно, важнее история, чем какая-то переписка. Если вот у меня опыт в выстраивании взаимоотношений, переговоров в сетевом бизнесе порядка 10 лет, и один из кураторов мне когда-то давно сказал о том, что если ты хочешь зарабатывать, ну, деньги, тебе надо просто стать мастером переговоров в плане, там, звонков, переговоров и так далее. То есть сделать так, чтобы твой речевой аппарат, он мог делать так, что вот у тебя есть какая-то мысль, ты можешь ее очень легко для человека сформулировать. Но через какое-то количество повторений ты перестаешь об этом думать, и у тебя начинает это все идти, скажем так, самопроизвольно. Ты начинаешь это все, скажем так, ну, не думая о предмете разговора, то есть ты начинаешь говорить, а в этот момент думать вообще можешь о чем-то другом. Ну, то есть когда сознание отлетает, ты начинаешь проживать какие-то вещи там, типа, что завтра, что послезавтра, какие у тебя там следующие дела назначены. И в это время твой разговор, он идет просто дальше, дальше и дальше. Вот это все просто возникнет на уровне мастерства. И этот же человек мне когда-то сказал, если ты хочешь делать так, как ты делаешь, ну, типа, рассказывать про бизнес в соцсетях, рассказывать про бизнес по телефону, то деньги ты будешь получать по факсу. Что это значит? Это значит, что это будут какие-то несуществующие фантики за твою несуществующую проделанную работу. Иногда сейчас, понятно, что у меня там немножко там может быть другой опыт, он отличается от вашего, да, то есть потому что это наработка многих лет, да, я сейчас могу провести там переговоры просто там по телефону за 20 минут, и человек будет понимать, о чем речь, я буду понимать, что я его могу конструктивно вести в этом разговоре дальше и дальше, задавая вопросы. Но вот чтобы до этого уровня дойти, вам необходимо в этом бизнесе отработать там 5-7 тысяч часов, да, то есть с учетом всех там мероприятий, презентаций и так далее, это по-нормальному 2-3 года бизнеса. Тогда у вас будет уровень очень такого хорошего профессионала. Но пока вы сейчас на уровне, например, начинающего, вы даете себе отчет, что я пока в этом бизнесе начинающий, я пришел сюда как бы в целом для денег, но как бы это делаю во многом из-за опыта, чтобы поднабраться опыта, и затем вот появились все, скажем так, профессиональные вещи, которые мне позволят двигаться в этом бизнесе дальше. И вот это вот очень важный момент, что, ну, придание важности. Звонок – это важность на гораздо другом уровне, чем какая-либо переписка. Я думаю, что, да, это понятно. Дальше, ну, то есть не пытаться, я уже про это проговорил, не пытаться допродавать какие-то вещи супер, мега, классные, вау и так далее. Вот это прям все, ребята, убирайте. Вот все уменьшительно ласкательные, вы, я думаю, что с русским языком, с русской речью многие понимаете, о чем речь. Убирайте эти вещи, это не помощники нам вообще. То есть вы, я уверен, никогда не видели, когда два предпринимателя друг с другом созваниваются, они, например, у них сделка по продаже завода от одного человека к другому, и Федор Михайлович звонит Петру Сергеевичу и говорит, Петр Сергеевич, тут такой классный завод нарисовался, вообще такой здоровский, здоровский. Я когда этот завод увидел, я прям вообще, я прям офигел. Там в этом заводе такие возможности, не хочешь ли ты его купить? Никогда вы не слышали, чтобы происходили такие разговоры, я уверен. Поэтому перестаньте придумывать какие-то вещи. Вы купили идею, она вам понравилась, и вы начинаете ее уже в телефонном звонке допродавать. Поэтому мы это убираем, забываем, и просто как страшный сон. Да, тебе понравится, тебе понравятся. Тут такие возможности в этом заводике. Очень смешная история. Поэтому все, как бы мы про это забываем, я вам про это сказал, вы это поняли. Дальше просто за собой замечайте и контролируйте. Далее, значит, время на звонок. Как правило, 40 секунд одна минута, может быть, полторы минуты. Это максимум то время, которое нам необходимо на звонок затрачивать для того, чтобы он у нас был, ну, по делу, скажем так. Что есть люди, с которыми вы давно не общались. Эти люди, ну, я не знаю, вы с ними старые знакомые. И это отдельная история, когда вам нужно связаться с человеком. С ним необходимо поговорить. С ним необходимо узнать, как дела, как семья, как все остальное. И после этого момента я предлагаю не назначать встречу. Потому что этот момент, этот разговор, когда вы с человеком интересуетесь там его личной жизнью, что там произошло, а как вот эти общие знакомые, а как то, пятое, десятое, поговорите об этом. И пока на этом стоп. Но через там 3-5 дней сделайте звонок еще раз и скажите, слушай, мы вот с тобой разговаривали, а я совсем у меня вылетела из головы, я же занимаюсь новым направлением. И дальше у нас включается формат приглашения, вот этот вот, да, когда мы можем на минутку позвонить и человека сориентировать туда, куда нам нужно. Вот это вот самый, по моему мнению, такой важный, короче, момент. Разграничивать эти вещи. Отработка с куратором. Я здесь именно про приглашение 100% отработать с куратором. И так, 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 перелеснулось у меня немножко. И ориентировать человека на запас времени, когда мы делаем приглашение голосом, чтобы он понимал, что будут какие-то переговоры, и под себя брал какой-то там запас времени 40 минут-час, для того, чтобы вы нормально, продуктивно смогли пообщаться, поговорить и о продукте, и о бизнесе. Момент, который хочу немножко забросить удочку назад, в предыдущий понедельничный эфир. Я очень, как бы, большой фокус внимания отдаю тому, как у нового партнера или у меня у самого создан список контактов и насколько он большой. Это очень важная штука, потому что, когда 100% сделано все по правилам в рамках списка контактов, у тебя 100% спокойствие в звонке, потому что ты не волнуешься, ты не переживаешь, ты не задумываешься над тем, как произойдет там этот звонок или произойдет следующий, потому что это просто обычная философия бизнеса, когда мы занимаемся перебором. Ну, смотрите, у меня, например, вот в Сочи, где я живу, рядом есть такая небольшая булочная, и собственник этой булочной, он не переживает. Когда я зашел, туда посмотрел, на витрину, не нашел для себя ничего интересного, вышел и ушел. Я ведь, ну, не переживаю, и он не переживает, потому что у него есть следующий клиент, который придет, и он что-то купит. Это магия бизнеса, это статистика цифр. Это просто, ну, нужно принять как должное, что если не этот, то следующий. И руководитель этой булочной, он спокойно с утра открывает свою точку, делает эти булочки, выставляет их туда, и приходит огромное количество клиентов. И огромное количество клиентов ничего не покупает. Пришли, посмотрели, развернулись и ушли. Я наблюдаю это практически каждый день рядом с этой булочной. Но есть те, которые приходят, есть те, кто постоянные клиенты, есть те, с кем у него выстроены взаимоотношения. И это очень важная история, которая очень подходит под аналогию нашего бизнеса. Если у вас в списке достаточно много людей, если вы не делаете за них выбор, то у вас звонок, то есть та тема, о которой мы сейчас разговариваем, он будет проходить настолько легко и без переживаний, когда вы понимаете, что вы человек, который дает возможности, а не тот, кто забирает у людей деньги. Мы даем человеку новый путь, новую жизнь, новые возможности в его этой жизни. И только его история, взять эту возможность или ее не взять. Но она же не только его, ничья. Вот у нас все выглядит вот так. Вот продукт, вот бизнес, вот возможность. Ты как? Никак. Дальше. Вот продукт, вот бизнес, вот возможность. Ты как? Ну, я подумаю. Ну, подумай, посиди. Прожги еще пару месяцев или пару лет. Дальше. Следующий человек. Продукт, бизнес, возможность. Ты как? Ой, а мне интересно. Супер, погнали. И так далее, и так далее. Чтобы у вас не было никакого вот этого эмоционального качания вверх и вниз и потери нервных клеток за счет того, что вы сидите и болезненно анализируете. А как это ты отреагировал? А как это ты отреагировал? Потому что магия цифр, она творит чудеса. Есть один партнер, Вася, который провел 10 встреч, и у него произошла одна сделка. И он такой, так, моя конверсия, моя статистика 10%. Прикольно. А есть Петя, который провел 10 встреч, также получил одну сделку, но сидит вот так вот по вечерам, наливая чай и смотрит невеселые сериалы и думает, господи, что мне делать с теми девятью людьми, которые до этого мне сказали нет. В это время Петя проводит еще 10 переговоров и получает еще одну сделку. Проводит еще 10 переговоров и получает еще одну сделку. А этот до сих пор сидит и грустит, что делать с этими девятью. Ребят, вопрос весь в списке, в расширении контактов и в вашей персональной некой статистике. Это самое основное, понимаете? Все, других секретов в этом бизнесе нет. Нет кнопки, которые, знаете, чик, и сегодня я там, чего-то произошло со мной. Нет. Каждый, кто сейчас находится на вершине Олимпа, там в топ-чеках компании, это ребята, которые не сверху туда попали. Вот они не гора, типа, и они туда бах и упали такие, и там такие, о, очутились, как тут классно. Нет, это те ребята, которые просто снизу потихонечку добрались до определенной вершины и продолжают делать этот бизнес. Все. Это ключевая история. Понимая свою статистику и делая просто нет, следующий, нет, следующий, нет, следующий. Очень простые основы бизнеса, о которых мы сейчас с вами говорим. Далее. Смотрите, что у меня здесь подготовлено дальше. Я хочу вам просто показать и по порядку пролистать. У меня приготовлены здесь определенные подходы и скрипты для разной аудитории контактов. Приглашение на личную встречу, теплого контакта, холодного контакта, разные вариации и разные рекомендации того, как это можно сочетать. Как взять телефон у человека, например, там в соцсетях, как вывести его там в ВКонтакте, Инстаграм, как вывести его на какую-то личную встречу. Если у незнакомого, вот, пожалуйста, взяли там в соцсетях номер телефона и так далее. То есть все эти скрипты буду немножко пролистывать вперед. Приглашение на презентацию, приглашение на вебинары, автовебинары с Play. Да, то есть вот очень много разных подходов. Я сейчас хочу сократить время, потому что все, что я пролистал, все эти 20 слайдов, вы можете посмотреть в презентации, и там просто очень подробненько все текстом расписано. Я хочу вернуться к такому, наверное, скрипту, который я употребляю в 90% случаев, в 90% всех переговоров. Он работает идеально. У меня идеально. У моей команды идеально. То есть идеально это близко к тому, что из 10 звонков 9 говорят, да, окей, прикольно, класс, все, погнали. Катя, да, я сказал в самом начале эфира, что для этого необходимо сделать. Сейчас давайте скажу об этом еще раз. Есть Инстаграм. Вы можете зайти в Инстаграм, нажать там значок камеры и отсканировать вот эту вот картиночку, которую вы сейчас видите. Тем самым, увидев мой профиль Инстаграм, написав мне в Директ, у меня там помощник отправит ссылку с вот этой загруженной презентацией. Вы сможете все скачать. Лучше всего это каким-то образом для себя там сделать скрины в телефон или как-то распечатать, чтобы эта история у вас была, потому что я дам сегодня домашнее задание, чтобы она у вас была где-то, короче, близко с вашими глазами, да, чтобы вы могли к этому возвращаться. Все, я вам ответил на вопрос. Идем дальше. Идем дальше. И вот он, как бы, начало, условно говоря, там, моего разговора. Я просто подробно сейчас прокомментирую его, чтобы вы понимали какие-то некие основные, составные части. И вот чтобы вы понимали, что вот эта история, я этим пользуюсь практически каждый день. То есть меня ночью разбудить, я могу, короче, проговорить человеку скрипт звонка. Потому что это уже на автомате, это прожито, это с большим количеством опыта. Когда приходит то, что вы уже начинаете не задумываться в любом разговоре, о чем и как с человеком начинать разговаривать. Вот это самая важная история. Поэтому давайте этот скрипт разберем по порядку. И в конце я дам еще несколько рекомендаций и дам некое такое домашнее задание, как нам сделать так, чтобы эта история у нас была отработана прямо на идеально высоком уровне. Значит, с чего у меня все начинается? То есть понятно, что у меня есть список, есть телефон. Если нет телефона, я-то могу в соцсетях человеку написать, спросить номер телефона и так далее. И как это сделать, есть на некоторых предыдущих слайдах. Вы это все посмотрите. В общем, у меня есть список, телефон. Человек меня знает, я его тоже знаю. Например, здесь у нас история с тем, что... Сейчас пробегусь коротко. А, ну тут, да, сейчас прокомментирую. Значит, человека зовут Василий. Я ему звоню. Вась, привет, это Тарас Годовонюк узнал. Привет, да. У меня не так много времени, буквально минута. Сам как? Есть время для разговора? Он говорит, есть. Слушай, ты чем в плане работы сейчас занимаешься? Я это спрашиваю, если не знаю, чем человек по работе занят? Нормальный вопрос. Нормальный вопрос. Или, если я знаю, я ему говорю, слушай, Вась, ты там же работаешь? Если, например, знаешь, что он работает в Сбербанке, условно говоря. Он пишет, в банке работаю. Ну, не пишет в смысле, отвечает мне. Да, я так же в банке работаю. Слушай, я понял тебя. Скажи, пожалуйста, рост какой-нибудь, карьерный рез есть? Давно ты там? Есть ли у тебя люди в подчинении? Мы начинаем об этом разговаривать. То есть это не три вопроса, которые я прям сразу же пуляю. А это вопросы, которые там, ты же там давно? Ну, да, давно. То есть вопрос-ответ, вопрос-ответ. Вот примерно такая история. То есть вам важно в разговоре, когда вы звоните человеку, два-три вопроса спросить про его профессиональную деятельность. Если это слесарь Иван, я Ивану говорю, Вань, а ты же слесарем работаешь? Он говорит, да. Я говорю, а давно работаешь слесарем? Он говорит, ну, там, пять лет. Я говорю, а ты на себя или это как бы в компании? Он говорит, слушай, да я на себя. У меня там в советы приходят заказы, я вот на себя езжу, слесарничаю. Я говорю, красавчик, супер. А другие какие-то варианты не рассматривал? То есть могу, например, спросить вопрос, а ты в команде с кем-то или ты один слесарничаешь, Иван? Он говорит, слушай, да я один. Ну, как бы мне кто нужен? Заказ получил, поехал. Понимаете идею? Несколько вопросов, связанных с профессиональной деятельностью этого человека. В определенный момент, когда я задаю эти вопросы, человек так или иначе спрашивает. Тарас, а ты что спрашиваешь-то меня по поводу вот этой моей деятельности, которой я сейчас занимаюсь? Ну, то есть он же понимает, что я не спрашиваю, рассматриваешь ли ты дополнительный доход? Кстати, слово дополнительный доход я рекомендую вообще убрать, потому что когда мы говорим про чеки в 100, 200, 300, 500 тысяч рублей в месяц на протяжении первых трех-шести месяцев в этом бизнесе, то слово дополнительный, оно теряет здесь свою вообще актуальность. Оно, знаете, вот если бы я работал в какой-нибудь другой компании, которая занималась бы другими товарами и там действительно история была бы с дополнительно заработать 10-15 тысяч рублей, то тогда вот там это и надо говорить. Но здесь, мне кажется, это абсолютно неуместно. Единственное слово, которое я говорю иногда, интересно ли человеку параллельные источники дохода. Параллельный – это не дополнительный. Это не дополнительный, когда я зарабатываю 50 на работе и 10, продавая косметику. Понимаете? Вот. То есть слово дополнительный меня сразу же вергает вопрос. Алло, Тарас, там что у тебя, сетевой маркетинг? То, что многие из вас боятся. Потому что, когда мне такой вопрос задают, ну, то есть я соответствующе на него реагирую. Мне очень нравится этот вопрос, когда человек так задает. У нас понятно, что тема сегодня не отработки каких-то возражений, провокаций, недопонимания людей, но такое иногда присутствует. Поэтому попытайтесь слово дополнительный источник дохода поменять на параллельный, потому что дополнительный, мне кажется, это про нищебродство. Ну, то есть это прям про отсутствие денег. Типа дополнительный, ну, это там чирик в месяц сверху. Вот это вот история про новый. Супер, Валерий. Новый источник дохода. Тоже хорошо звучит. Новый, параллельный, но не дополнительный. Вот дополнительный – это история про другие компании, других партнеров и про какую-то еще другую действительность. Прошу прощения, поехали дальше. Значит, я посмотрел, что он реагирует на эти вопросы, так или иначе он задает меня. А что ты спрашиваешь? Я говорю, слушай, смотри, по делу звоню. Вспомнил про тебя на днях. Мы сейчас с друзьями из Тюмени новые направления по бизнесу развиваем. Я бы хотел с тобой лично встретиться, переговорить. Когда сможем. Вот эта фраза, ребят, ее просто нужно выучить, проговорить несколько раз, а потом она у вас начинает вылетать сама собой. То есть это такая универсальная универсальность, которую я прям рекомендую вам просто на своих 5-7 контактах попробовать. Если вам понравится, оставляйте этот опыт. Если вам не понравится, выбрасывайте вообще, забывайте про все, что Тарас говорил, и я попрошу у вас прощения за эти 45 минут, потраченных на вебинаре. Но у меня это 9 из 10 работает. Еще раз. Смотри, я звоню по делу. Вспомнил про тебя на днях. Мы сейчас с друзьями из Тюмени новое направление по бизнесу развиваем. Я бы хотел с тобой лично встретиться, переговорить. Когда сможем. Без пауз, без остановок, без торможений. Все просто сразу же, как Магриппа Хриптулайна. Знаете, как Азамат Мусагалиев говорит, когда принес дрова вот так в баню. И так Магриппа Хриптулайна. Просто никаких пауз, просто все сразу. И это круто звучит. Вот мне нравится. То есть условно, если бы мне кто-то так позвонил, то я бы скорее всего, то есть не зная там всей внутренней составляющей, инфраструктуры бизнеса и так далее, я бы отреагировал вообще окей. Прикольно. Ну то есть мне позвонил какой-то друг и сказал как-то вот так. Блин, интересно. То есть первое, что у меня в голове, это создает у меня какой-то дополнительный интерес. Это классно. Если, смотрите, здесь через правый слэш написано, если вы понимаете, что этот человек больше подходит к аудитории предпринимателей, я буду говорить, что мы развиваем новое направление по бизнесу. Если этот человек, единственный опыт, который имеет, это больше опыт, скажем так, наемной работы, то я буду говорить, что мы развиваем новое направление по работе, что я развиваю новое направление по работе с коллегами из Тюмени и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, вы звоните аудитории, а этот человек никогда не был предпринимателем и с бизнесом он не связан. Говорим по работе, и если предприниматель, то говорим по бизнесу. И это такая первая точка, где мы можем зацепиться. Еще раз, когда сможем, и у нас идет конкретная история, там время, обсуждение и так далее. Завтра, в принципе, можно окей. Или человек говорит уточняющий вопрос. То есть после этой истории есть первый этап, когда мы сваливаемся в воронку, место, время, встречи, все, встречаемся. И конкретно уже это проговариваем. Но когда-то после того, что я сейчас проговорил, человек говорит, прикольно, классно, интересно, а что за направление? Давайте я сейчас ваши варианты, пожалуйста, подожду. Напишите в чат, когда вы делаете звонок, и вам, вы что-то сказали, вам говорят, а что за направление? А что за история? А что за бизнес? Напишите в чате, что вы отвечаете, и как вы на это реагируете. Какие у вас возникают мысли по этому поводу? Прямо вот коротко, в двух-трех словах. Когда вам говорят, вы звоните, говорит, Серега, надо встретиться, есть направление, надо поговорить. Он говорит, а что за направление? А что за бизнес? А что за история? Как вы на это реагируете? Давай сохраним интригу до встречи. Интересно. Нестандартный подход, но очень интересный. При встрече расскажу. Юля, у тебя что там? Сетевой маркетинг? Международный проект по развитию бизнеса и предпринимательства. По телефону не рассказать. Бизнес абонентских платежей. Интересно. Айти-продукт для развития бизнеса. Встретимся, все расскажу. То есть вы прям, вот слушайте, ребят, вы прям любители завуалировать. Вы любители ничего не рассказать, да? Ну, то есть вы прям молодцы. В двух словах не рассказать. Давай встретимся, спокойно поговорим. Вот мне кажется, этого недостаточно. Вот если мне человек говорит, я говорю, окей, что за история? Он мне говорит, в двух словах не рассказать. Давай встретимся, спокойно поговорим. Блин, мы с тобой уже целую минуту разговариваем. Что значит не рассказать в двух словах? Об этом я хочу тебе рассказать на встрече. Сейчас нет времени, давай при встрече. По телефону не расскажешь, нужно встречаться. При встрече расскажу о деньгах. Про деньги по телефону не готов говорить. Вот, кстати, про деньги по телефону не готов говорить. Тоже интересная история. То есть здесь есть конкретный предлог, почему сейчас по телефону это некомфортно, потому что какая-то составляющая связана с финансами. Да, по телефону это не объяснить. Значит, ты занимаешься какой-то сложной темой. Не очень хочу я встречаться, если по телефону не объяснить. Ну, как бы это то, что может выдать мозг человека. Нет времени сейчас пояснять. Это не пара минут. Давай пересечемся, я тебе поясню. Угу. Слово пояснять вам нравится, да? Такое. Не думаю, что это по телефону. Автоматизирую бизнес-процессы. Вот, когда мы хоть немножко раскрываем, мне кажется, что это достойная история. Автоматизирую бизнес-процессы у предпринимателя. Возможно. Резюме на 20 секунд, и именно поэтому я приглашаю на встречу. Вот. Да, Сергей, тоже прикольно. В начале звонка сказала, что времени мало. Говорю, сейчас нет времени рассказывать. Но, ребят, это уход от конкретного вопроса. Это все-таки, ну, такая, знаете, необъективная причина того, чтобы сейчас не начать говорить. Или там, знаете, ой, батарейка садится, плохо слышно. Вот эти вот вещи, конечно, это, ну, это просто, по моим ощущениям, это не совсем профессионально. Возможно, здесь стоит немножко пересмотреть эту позицию. Актуальное современное IT-решение для бизнеса. Вот слова, связанные с современное, актуальное, уникальное. Если вам нравится этим пользоваться, вопросов нет. Но я этими словами абсолютно не пользуюсь, потому что, мне кажется, все эти слова, это, опять же, связано с допродажей того, что мы допродавать не должны. Потому что у нас так все замечательно. Да, офис Пермь, я с вами согласен. Все относительно правильно, по факту косяча, давайте честно признаемся. Есть такие моменты. Бизнес, где клиенты являются владельцами бизнеса, современная тема. Гоу встречаться, Сергей, это как-то... IT-платформа, надо подробнее рассказывать. Сейчас по телефону безопасно про деньги говорить. Не безопасно, видимо, про деньги говорить. Работаю с предпринимателем, повышаю средний чек и сокращаю издержки. Новая свободная ниша для бизнеса только на старте и огромные перспективы. Вот истории с огромными перспективами, это тоже, мне кажется, допродажа. История возможностей и делительства поговорим при встрече. Слушайте, плюс-минус я услышал. Это прикольно, хорошо, что вы поделились. У меня есть другой ответ на это. Я просто хочу вам некую альтернативную историю закинуть, чтобы вы понимали, как это работает. Потому что у меня это очень прикольно работает. Я как бы и рассказываю, но я как бы и не рассказываю. Вот это вот самая, наверное, основная штука. Потому что когда вы говорите, типа, ну, нет времени и так далее, это не объективная причина для того, чтобы сейчас не сказать 2-3 предложения. Ну, не объективная. Мы с вами живем в том мире, когда люди сильно экономят свое время. Поехали. Что говорю я? То есть, как правило, я эти текстовки немножко разделяю. Первое. Человек меня спрашивает, что за тема? Я говорю, слушай, я уже сказал, что времени не так много. Давай коротко. Мы сейчас работаем с предпринимателями, развиваем систему лояльности для малого и микробизнеса, мобильное приложение, CRM-система и так далее. То есть, большой комплекс инструментов. Честно, я пока не могу понять, чем мы можем быть полезны друг другу, поэтому и предлагаю встретиться, лично обсудить. Возможно, найдем какие-то точки соприкосновения, и у нас как-то получится посотрудничать. Если по телефону говорить, это не быстро, и не думаю, что будет понятно. Лично встретимся, покажу, что делаем и какие уже есть результаты. Как завтра время? Во сколько тебе будет удобно? Вот эта история нам и отвечает на вопросы, что за тема, и как бы забрасывает нас в какие-то перспективы, и она не говорит, что ты мне нужен, ты будешь моим дорогим партнером или клиентом. Она вообще здесь это не подразумевает. Я говорю о том, что у меня есть вот такая-то история. Я работаю с предпринимателями, я хочу лично это обсудить, но пока не знаю, как мы можем сработаться или нет. Мне интересно, встреча с тобой, потому что, возможно, какие-то точки соприкосновения мы можем найти и как-то посотрудничать. А по телефону неудобно, потому что думаю, что будет просто непонятно и небыстро. Мы сейчас с тобой 30 минут не сможем поговорить в рамках отсутствия как бы большого количества тайминга. Лично встретимся, покажу, объясню, какие есть результаты и так далее. Ты как вообще? Открыт к разговору, не открыт к разговору? Вот примерно такая история, ребят. Как вам то, что я сейчас сказал? Я уверен, что многие из вас это уже видели, и многие из вас именно так и работают. Но это сильно отличается от того, что вы написали в чате. Поэтому я вам предлагаю эту концепцию как одну из альтернативных, которые вы можете для себя взять, если вам это как бы резонирует, если вам это откликается. Поставьте плюс, кто вот сейчас увидел какие-то вещи, которые можно к себе просто взять и применить. Как правило, после этого человек говорит «Да, окей, супер, вроде как бы и понятно, и вроде как бы не раскрыто, но и уже есть интерес». Супер, резонирует, плюсы, класс. Ребят, давайте мы сделаем так, что люди, которые мы звоним, они будут понимать, что мы от них хотим. Во-первых, то есть вот в презентации, которую вы напишите мне в директе, я вам отправлю, там еще будет куча таких разных подходов, связанных там с приглашениями там на презентацию, на встречу и так далее. То есть вот примерно такой формат. Самое главное, ее просто несколько раз проговорить, отрепетировать. Если вы работаете в офисе, если вы работаете там в командах, в командных зумах и так далее, просто сделайте репетицию этой истории. И сделайте так, чтобы ваши новички просто понимали вот этот вот скрипт и его просто знали. Сделайте профессионала по звонкам из человека, все, дальше вам вообще заботиться не надо о его результатах, у него и там все будет хорошо получаться. Завтра мы договариваемся дальше о времени. Такое-то время, такое-то кафе. Что-то может поменяться? Нет, не думай. Хорошо, давай ты меня тогда набери, чтобы... А, если что-то поменяется, ты меня, пожалуйста, набери, чтобы ни ты, ни я времени теряли. Хорошо, хорошо, договорились. Все, поехали дальше. Значит, что может еще быть после этого момента, когда мы сделали все хорошо, когда вот та текстовка, о которой я проговорил, она человеку легла. То есть мы работаем с предпринимателями, пока не могу понять, чем может быть полезный, поэтому предлагаю встретиться, посмотреть какие-то точки соприкосновения. Далее, значит, говорю, почему по телефону неудобно, потому что отсутствие времени, может быть, будет непонятно. Лично встретимся открыт, не открыт и так далее, и так далее. И здесь мы уходим или в назначение времени и места, как вот здесь на предыдущем слайде, но мы можем столкнуться с тем, что вы попали на, я называю, человек-котлета. То есть когда вы в эту котлету вляпались ногами и дальше продолжение разговора нету. Человек-котлета. Значит, вы в эту котлету наступили, и начинается история. Да вот, да пятое-десятое, да мухрю, а зачем мне это? А может, все-таки по телефону? А не хочу встречаться, а не хочу общаться, а не хочу то, сё, пятое-десятое. Бывает и такое. Это нормально, когда у человека на лбу заведомо написано «Живу и мучаюсь», и он вообще, то есть его все устраивает, у него все хорошо. Может, вчера третью Бентли поставил в гараж. Ему бизнес вообще никакой больше не интересен. Или там настолько все у него прекрасно. Или не прекрасно, что он вообще все закрыт. Бывает разное. Значит, мы поймали какого-то вялого в этом моменте, и мы человеку говорим «Слушай, окей, я тебя услышал. Давай тогда сделаем проще. Я тебе отправлю материал, чтобы ты 30 минут уделил. Посмотри на уровни идеи вообще. На уровни идеи посмотри, поразбирайся. Я тебе все скину. Глянь. Позже созвонимся и переговорим. Так я думаю, что будет удобней. Как у тебя сегодня время? 30 минут вечером будет? Он говорит «Ну, как бы да». И мы здесь что-то отправляем. Реферальные кейсы, инфопакеты, автовебинар и так далее. То есть я пользуюсь ссылками с платформы Esplay, чтобы можно было отслеживать количество просмотров, длину просмотра и все остальное. Человек говорит «Окей, посмотрю, я все». Говорю «Давай, Серега, я тебя наберу на связи пока». Следующие списки контактов. Мой звонок. Все, сразу же. Вот такая вот история. То есть у меня был момент, когда я был просто телефонным террористом. Нет, следующий. Нет, следующий. Нет. О, интересно, прикольно. Так, смотри. Значит, история в том, что... Тра-ля-ля-ля-ля. Все, поехали дальше. Да. Поэтому вы здесь понимаете. Еще раз. Давайте с вами возвращаться обратно, чтобы у вас это прям, ребят, вкладывалось. Я человеку говорю. Первый момент, первый заход, который у меня есть. Я звоню по делу. Вспомнил про тебя. Мы сейчас с друзьями из Тюмени новое направление по бизнесу развиваем. Я бы хотел с тобой лично встретиться, переговорить. Когда сможем. Дальше уходим или в назначение, или в вопрос, что за история, что за направление. Историю с тем, что это за направление. Вы поняли, как мы с этим работаем. Дальше мы уходим или в назначение, или в историю с тем, что человек не готов. Если человек не готов, у нас есть альтернатива. Мы говорим, вот тебе материал, посмотри конструктивно, все, 30 минут удели. Будем с тобой на связи, завтра наберу. В списке контактов его подвинули на звонок на завтра. Ребят, это все очень простая история, которую просто нужно отработать, как минимум. отработать. Я скажу, как это сейчас сделать. Я так работаю. Я так работаю очень давно. Еще раз, 9 из 10 говорят, да, окей, что за история, давай разбираться. Все. Если готов встретиться, ничего не отправляю из видео, ничего не отправляю из видео. Мы встречаемся. Зачем? Если это мой личный контакт, я могу на личной встрече сесть с ним, он скачивает приложение, я даю ему QR-код, я открываю компьютер, я показываю какие-то вещи по консоли. Если человек интересуется предметной составляющей продукта, 5-10 минут, показал основные моменты, вот наш продукт, все супер. Листок, ручка, маркетинг, я работаю так. Поэтому двигаемся дальше. Я думаю, что это было полезно. Смотрите, рекомендую вам, многие уже прочитали по моей рекомендации эту книгу, пожалуйста, есть в аудиоформате. Если нужно, в директе напишите отдельно тоже в аудиоформат. Отправлю этой книге «Стань профи» Эрик Уори. Это книга, которая мне дала просто следующую ступень, следующий уровень развития в этом бизнесе, где вы очень четко и легко можете проследить о том, как с человеком, с которым вы сейчас общаетесь, вот на этом этапе контакта передвинуться на следующий этап, как создать договоренности о следующей встрече, о следующей сделке. Поставьте плюс, пожалуйста, в чат, кто читал, кто «Стань профи», читал, слушал, изучал эту литературу. Поставьте минус, пожалуйста, кто видит это первый раз, кто это не читал, кто не открывал страницы этой книги. То есть плюс, кому это знакомо, вы видели, читали, слушали, минус для вас это прям вот первый раз. Классно. Ребят, я вам от души советую. Это свежая литература. Это литература, которая там 15-16 года относительно свежая. Это не книги про сетевой бизнес, который был когда-то в 80-х, в 90-х. Вот идеальная история. Всем рекомендую, своим партнерам и вам, пожалуйста, вот там 20-30 минут в день уделяйте на вот какие-то такие вещи. Быстрее всего, если вы просто на Ютубе забьете «Стань профи», у вас там будет 30-минутное, ой, 30-минутное, трехчасовое аудио. Делайте скорость повыше, за полтора часа всю книгу можно прослушать. Офигенная история. Я вам прям вот, ну, от души советую. Это первое. Второе. Смотрите, у нас есть домашнее задание. Мы сегодня разобрали основной мой, например, там формат, основной мой скрипт, которым я работаю. В презентации вы увидите еще разные вещи. Что нужно сделать? Первое. Прочитайте каждый скрипт там 5-7 раз. Это лучше всего. Второе. Проговорите каждый скрипт вслух. То есть, когда вы начинаете не просто читать и типа «я понял», а начинаете это проговаривать, ваш речевой аппарат начинает подстраиваться под те волны, которые, ну, нужны, чтобы были для профессионализма. Это второе. Третье. Вы сегодня прям, если вы чувствуете, что у вас с этим задача, которую надо решать, вам в этом надо нарабатывать профессионализм, вам надо в звонке выходить на новый уровень, вы сегодня прозваниваете тестово, куратору, каждый из скриптов, которые вы увидели в этой презентации. Вот и все. И прям тренируетесь. Звоните куратору, говоришь, вашего куратора, вы Марина, а вашего куратора зовут Михаил. Вы просто звоните ему без предупреждения, говорит, Михаил? Он говорит, да. Привет, это Марина. Узнал? Узнал. Все. И вы просто нарабатываете говорилку свою со своим куратором, самым заинтересованным человеком в вашем результате в этом бизнесе. Все. Вот если вы это сделаете, есть большая вероятность того, что вы в звонках, в приглашениях станете реальным профессионалом. То есть мы читаем скрипт, мы проговариваем его голосом несколько раз. Если рядом есть там куратор, рядом есть партнер, с ним, пожалуйста, отработайте. Если вы точно чувствуете, даете себе адекватную оценку, что это ваша точка роста, что вы пока в звонке никуда не перешли на следующий этап, ничего вы там пока не получается у вас по каким-то адекватным причинам сделать на очень классном уровне. Все. Развивайте это. Вы же понимаете, где у вас пробелы. Заполняйте их вашей экспертностью, вашим профессионализмом. Есть очень много людей, которые вам могут в этом помочь. Далее. Ну и, соответственно, репетируем с куратором. И ключевая фраза, на которой я хочу закончить. Ребят, чтобы научиться приглашать людей на разные мероприятия, на разные наши события, вообще коммуницировать с людьми, нужно просто приглашать. Чтобы научиться приглашать, нужно просто постоянно приглашать. Постоянно. Прямо сделайте из этого свой новый опыт. Сделайте из этого какой-то, знаете, какую-то растяжку, та, которая позволит вам в этом плане стать профессионалом. Это очень такая, наверное, крутая идея, в которой лежит очень большой смысл. Нужно постоянно в практике себя в этом плане прокачивать. У меня на этом все. Я буду конференцию эту завершать. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, по пятибалльной шкале и отреагируйте в чате. Как вам сегодняшний эфир? Было ли для вас что-то новое? Что вы взяли для себя? Что вам понравилось? Какие-то вещи взяли, может быть, там абсолютно новые, вы об этом раньше не слышали? А я пока думаю, что запишу в сторис, пока вы пишете вашу обратную связь, и это будет огонь. Так, провел эфир. Ребята пишут, говорят, что было все классно. Спасибо, спасибо, спасибо. Ребят, вам огромное спасибо за эфиры. Здесь написано Анатолий Большедонов. Ошибочка вышла. Да, спасибо огромное. Прямо очень много энергии. Благодарю. Вот. Все, это Инстаграм, пишите в директ, всем отправлю эту презентацию. Хорошей вам продуктивной рабочей недели. Меньше месяца нам осталось до дня рождения компании, у нас будут фееричные события. Приглашенные спикеры, выступления администрации компании, выступления SEO-компании, покупайте билеты для гостей, для себя, для партнеров. Пожалуйста, давайте мы, короче, качнем это мероприятие так, чтобы было на 110%. Со всеми увидимся 7 августа в Москве. Отличной вам рабочей продуктивной недели. Вперед, директора. На связи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok